Всем привет! Команда Собака Стюдиос рада представить вам нашу новую игру Nine Monkeys of Shaolin. Мы с детства любили кунг-фу боевики, поэтому решили сделать игру в жанре битэмап, а в качестве сеттинга выбрали средневековый Китай и добавили немного восточного фэнтези. Наш главный герой — рыбак Вэй Чен. Когда он был ребенком, его родители убили пираты Воку, и с тех пор Вэй Чен без устали тренировался с посохом, чтобы больше не допустить кровопролития и защитить родную деревню. И все же, несмотря на упорные тренировки, во время очередного налета он терпит поражение и Воку сжигают его родную деревню дотла. Боевую систему мы выстроили так, чтобы игрок осваивал ее параллельно с героем — от простого к сложному. Поэтому в прологе у Вэй Чена есть только три вида атак. Когда он попадет к монахам, он научится использовать энергию Ци и наносить усиленные удары. Впоследствии он также получит доступ к акробатической стойке, а затем и к магии печати, которые позволяют ослабить противника, подбросить их в воздух или стянуть в нужное место, чтобы прикончить эффектным комбо. Выполняя задания, Вэй Чен получает очки прокачки, которыми можно усилить любую доступную атаку. Например, добавить дополнительный удар в вихрь быстрых атак или улучшить акробатическую сильную атаку, чтобы она сбивала с врагов броню. Также игрок будет постоянно находить новую экипировку — оружие, четки и обувь. Каждый предмет имеет свои бонусы. Например, ярость леса лечит Вэй Чена, когда он использует энергию Ци, а скорость атаки шеста рыбака увеличивается по мере роста комбо-метра. Таким образом, мы не загоняем игрока в какие-то рамки, а позволяем выработать собственный стиль. Мы старались, чтобы в игре не было одинаковых уровней, поэтому Вэй Чена ждут леса, пещеры, катакомбы, храмы и множество других локаций, включая горящий дом, из которого нужно будет вынести пленников. На каждом уровне спрятаны секреты и свои геймплейные особенности. Например, на лесопилке придется уворачиваться от циркулярных пил, а в высокой траве враги становятся почти неуловимыми. К слову о врагах и боссах. На протяжении всей игры они заставят попотеть даже опытных игроков, ведь если вначале Вэй Чену будут противостоять оборванцы с веслами и самодельными копьями, то потом им на смену придут ниндзя, самураи и тяжело бронированные воины, каждый из которых потребует совершенно другой тактики. Мы уверены, что в опасные приключения всегда лучше отправляться с другом, и компанию Вэй Чену может составить шаолиньский монах Даушань. Играть в кооперативе можно как через интернет, так и на одном экране. Начинать игру с нуля для этого не потребуется. Второй игрок может подключиться в любой момент. Причем экипировку и прокачку Даушань подбирает себе отдельно, что открывает простор для новых комбо. При желании можно устроить дружеский кунг-фу спарринг после очередной стычки с врагами. Как видите, мы постарались взять все лучшее в жанре битэмап, ведь, как и многие из вас, мы выросли на классических олдскульных играх. Nine Monkeys of Shaolin выйдет совсем скоро, 16 октября 2020 года. Но уже сейчас вы можете поиграть в бесплатную демо-версию на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и, конечно, в Steam. Искренне надеемся, что вам понравится наша игра. Субтитры создавал DimaTorzok